Друзья, сегодня мы снова приветствуем вас на территории Приморского океанариума и мы поговорим о научном познании. В классике жанра наша наука работает с дивергенцией, то есть с расхождением и поиском различного в общем. Но гораздо более интересно и перспективно, на мой взгляд, конвергентная сторона эволюционного процесса, а именно поиск сходного в абсолютно различном. И мы находимся на одном из самых лучших участков для познания этой части Вселенной, а именно на солнечном пляже. Представьте, как здесь все замечательно. Яркое-яркое солнце, очень большая температура, море плещется, соленое, прекрасное море, в котором можно отдохнуть. Для нас, теплокровных позвоночных, это прекрасно. Но, скажу банальность, растения, существа неподвижные. Им в этом смысле гораздо сложнее. И то, что для нас является курортом, для растений ужас, страх и кошмар. Потому что им приходится жариться под солнцем, они не могут убежать. Им приходится испытывать постоянный недостаток влаги, потому что рядом соленая вода, которая нас держит, помогает плавать, а им не дает получить свою пресную воду. Здесь же у нас песок. В данном конкретном месте нет, но на пляже у нас песок, который под действием ветра постоянно засыпает эти растения, и им нужно каким-то образом противостоять вот этому засыпающему эффекту. Как вы уже поняли, сегодня мы будем разговаривать о растениях морского побережья. В узком смысле это супролитеральные растения, то есть растения, которые живут в зоне заплеска. Но мы поговорим немножко в более расширенном плане и о тех растениях, которые встречаются рядом с побережьем. Именно в этих сложных условиях, таких как морские побережья, осыпи, скалы, высокогорье, мы находим наиболее интересные, необычные виды. Почему? Потому что из стандартных условий в очень пограничные условия вытесняются те виды, которые не выдерживают конкуренции с привычными нам растениями. И они уходят в очень сложные климатические условия, в которых они формируют очень специфические приспособительные особенности. И что очень интересно на морском побережье, эти приспособительные особенности одинаковы или очень близки у совершенно систематически далеких видов. Мы видим крестовник ложноарниковый, у которого, в отличие от всех иных представителей рода крестовник, мы можем наблюдать листья, склонные к суккулентности. А именно, они толстенькие, с ярко выраженной кутикулой, которая предохраняет растения от потери влаги. А суккулентность, наоборот, способствует накапливанию влаги, которая для него находится в дефиците. Буквально рядом мы видим точно так же растение с ярко выраженной кутикулой. Вот она стирается прекрасно. Это у нас колосняк мягкий, тоже злак, который растет на неморских песках. Здесь мы видим одно из наиболее типичных супролитеральных растений, мертензию приморскую. Чем она интересна? Здесь мы сразу же можем увидеть целый комплекс признаков, которые отсутствуют у других представителей рода мертензии. А именно, суккулентные листья также, наличие кутикулы, вот она, стирается, распростертость по субстрату. Еще одна особенность, очень интересная, это легкие семена, которые приспособлены для распространения по морю. Практически у всех супролитеральных растений семена очень легкие и увеличенные. Если у континентального представителя этого рода семена мелкие и тяжеленькие, то здесь вот эти тяжелые семечки помещены во вздутый мешочек, который, как кораблик, позволяет им перемещаться вдоль побережья по волнам. Вообще, очень интересный случай у меня был, когда в Туве я три дня пытался определить тоже мертензию, но не приморскую. Для меня все мертензии складывались во что-то подобное. На самом деле, представители этого рода, обитающие в более засушливых местах, выглядят совершенно по-другому. Единственное, что меня натолкнуло, это двуцветные цветки, которые при расцветании синие, а потом розовеют. Все это очень интересно, именно потому, что в этих очень сложных условиях совершенно разные виды формируют близкие, практически однотипные приспособительные механизмы адаптации к крайне неблагоприятным условиям среды. Именно выявление сходных приспособительных особенностей у совершенно систематически разных видов дает нам практически выход на ту же генную инженерию, где мы пытаемся добавить нужные нам свойства в природные растения.